Мы продолжим рассказ про нашу поездку в бассейн реки Восточная Хандега и напомню, что мы добрались до горного озера Джампакёль, где нас встретило морозное утро. Утро, которое навсегда останется в моей памяти Вот такое гало встретило нас сегодня утром и до сих пор продолжается. Видите, круговое свечение и можно, если так посчитать, раз, два, само солнце, три, четыре, Так, ну, значит, так, за деревьями, скорее всего, пять, вот тут шесть и семь прямо над головой. О, на солнце посмотрел. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова у каждого из нас на свете есть мечта что нам за далью лет все ближе все дороже там дышится легко там мира чистота нас делают на миг счастливей и моложе таким местом для юрия и его семьи стало это уникальное озеро с его горными и лесными массивами это и образ жизни и работа и хобби в народе крестьянское фермерское хозяйство называют шувна это аббревиатура всей семьи шабалкиных действительно это настоящее семейное дело юрия супруги наталии сына владимира и дочери вероники основной вид деятельности пресноводное рыболовство свободное от промысла время юрий принимает гостей линия сельского туризма ему знакомо не понаслышке в этом ему помогает дочь сын же оформил землю по программе дальневосточный гектар с видом деятельности оздоровительный туризм оздоравливает тут все и озеро и лес и даже сам путь до базы нужно пройти около трех километров где половина пути пролегает по живописному склону честь своего друга собаки по кличке кем из кстати первопроходцу каньона в телеграме создан канал кемюстур в якутии если у вас возникло желание посетить эти необыкновенные места то вы можете там оставить заявку либо связаться с юрием я пришел успокоить взор на плече этих низких гор я пришел и ступить мозги серебристым ступлен шуми скоро шуток наверно ну каждый хозяин когда осваивать какую-то территорию тем более таежных массивов но он старается облагородить и пометить эту территорию обозначив это своим присутствием но медведь вот такой уважаемый зверь у нас есть липытий он это делает вот своеобразно вот таким образом он мало того что метит эта территория но здесь он еще эпизодически почесывается уколочку когда ему жарко бывает и дает понять другим соперникам что здесь он хозяин иногда когда гуляешь по долинам рек особенно каменисты долинах вот частенько встречаю вот такие камни ну не частенько но нахожу на горят куриный бог и вот всегда смотрю на кин и загадываю желание потому что когда солнце попадает в отверстие этого камня получается такой лучезарный какой-то чистый чистый круг сейчас желание тоже загадал еще десяточка она насколько непредсказуема во время посадка что может степеть буквально за 3-4 часа и вот для того чтобы предострелить как говорится шмурляк вот этот здесь который остается его надо по крайней мере привязать чтобы даже если вода подымется или куда еще пузыревочкой конкурив дерево привязывать потому что это как бы необходимая вещь на так целом все как говорится как учили старики сейчас мы освободим тару засолим рыбку засолим рыбку которую потом везем на что-то это я делаю на автомате потому что на обычно по госту 3 килограмма соли на 50 килограмм рыбы ну я делаю всегда меньше 2 килограмма тогда она получается мало соленая нормально потому что гост предназначен для того чтобы не испортился продукт и хранился очень долго а мы люди таежные привыкли есть все в свежем виде поэтому 2 килограмм хватает на 50 килограммов все не ходим рыбу конечно можно не мыть вообще ну так как тепло я сейчас в это время мою рыбу потому что еще и рано когда уже морозы окончательно свои права вступят тогда уже смысла нет ее мыть просто попрошусь 24 килограмма вместе старой получается и и и и и и и и и сейчас горят и пуски добывают соль все не как у меня возможности нет попробовать черный соль на засол где-то да вот и 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это вот разновидность тоже горного гольца. Но их особей много. Вот это рыло другое совершенно. А есть рыло, как у киты, у горбуши. В общем, однозначно, я говорю, кеологами, мне кажется, до конца эта рыба еще не изучена у нас в Якутии. Потому что очень много всяких разных форм, так называют их, ресурсов. Рыбу, которую с сухим посолом соли, желательно не мыть. Потому что когда попадает вода, происходит реакция. И уже и вкус получается не тот. Вот, ну а так, в принципе, сейчас мы ее разрежем немножко. Это дикая семга. Называние так, это призма. Это мне супруга дает, говорит, на, там, тряпочки пригодятся тебе на этом. Я говорю, хорошо. Ну, сейчас она даст сок свой, как говорится, лишнего ничего не будет, не влагит. Субтитры делал DimaTorzok. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Сейчас возвращаться буду на базу. Расстояние от Кемюса до озера где-то 3 километра. Из них полтора подъем и полтора по Марине Ледниковой. Так порой приходится утром и вечером выносить по 20 килограмм. Ну где-то в среднем 25 уходит. То одно, то другое. Это ту рыбу, которую потом, уходя после промысла по воде, забираешь с собой домой. Ну а основной уже, как говорится, улов вывозишь с негоходами. Так что все. Вперед на Углановский перевал. Субтитры делал DimaTorzok 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 В конце подъема помогать. Добавил DimaTorzok Держи. 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 вечерний улов дорогие друзья самое что интересно это рыбик и чистить вообще не нужно шелухи нету кишки из которой вытащил и все она готова да друзья кстати вчера вот женя тоже жарил рыбу и я вообще никогда не ел хвосты на а вот вот эта рыба арктический голец мальма да вот допустим очень даже хороший вкус такой и как ну как будто чипсы можно сказать можно поменять свои как предпочтение до она особенно горячая до готовы водить представляете да сейчас мы вот стоим около жени который готовит половину рыбы съели свежайшая рыба только буквально вчера плавала вот в этом озере и обалденно так у нас дядя юра и петр пошли вниз петр потерял рацию уронил я сейчас они идут обратно со второй рации и ищут кстати рация с алиэкспресса да или нет это питая с питая да это мне в благе товарищ мой формата романа красавчик на правил и теряться и мы ездили когда на этот на каньон там ближе к нам и вот у него такие рации в общем радиус работы этих рации очень хороший петя ты чё там нашли рации нет ты дождись когда я закончу закончу разговаривать ты вы нашли рацию странный способ ясно понял если не использую для поиска рации друзья мы тут стоим евгений жарит рыбу и переворачиваю просто пальцами как ты не обжигаешься это лайфхак никакого секрета просто не надо мыть пальчики берешь смотри 1 перевернул смотри 1 1 перевернул это лайфхак для других добавляешь муки короче ну чтобы пахшики не обжигать и наоборот смотри смотри вот так же убираешь спокойно чик смотри красота красота она как раз дошла ой как будем кучать когда все снова были в сборе нас ждал очень вкусно обед после обеда было еще много работы нужно было заготовить дрова сделать ревизию лодочного мотора и конечно наловить рыбы ну это круто очень крутой мотор считается сейчас таких не делают но это же слишком хорошо для людей это восьмерка всего на все восемь восемь варили да был я сорвал уже можно цветом она на пустом но все с одной стороны дождик хорошо водичка нам нужно получить подъем правильно да это владельцы как только свои моторы не лелеют это это она это не это не 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 на кладке поехали за дровами у андрея тут работа мотор suzuki 8 сильный 8 лошадиных сил и самое интересное в этом моторе что мотор оснащен автоматической подачей масла то есть мы заливаем в бак чистый бензин как на четырехтактных моторах а масло заливается отдельно так называемый автомикс бачок вот он а мотор в категории мобильных моторов это 8 9 9 лошадиных сил вот представляете в 90-е года мотор 90-х годов технологии были такие что для людей старались максимальный уровень комфорта технологичные моторы были не то что сейчас технологичный тебе надо поменять масло в редукторе на задача поменять масло в редукторе залив каприво обновить так сказать но сейчас масло слили проверили на наличие воды вода обычно всегда находится самом низу картера редуктора воды нету значит сальники держат пробки держат герметичность это уже самое главное хорошо сейчас задача залить новое масло дальше мы заведем этот мотор что делать когда нет специального шприца для загонки масла до даму мы взяли бутылочку ферри у нее есть вот такая крышка и чтобы разом залить масло приходится так и защищается так как заливается масло только в вертикальном положении снизу закачивается до тех пор пока не польется с верхнего отверстия вот оно верхнее отверстие это делается для того чтобы выдавить убрать весь воздух из объема внутреннего пространства редуктора так как если останется воздух полный объем масла не зальется и подшипник вертикального вала который здесь находится он будет голодать как родной почти почти мы сейчас заведем товаром кого-то по лишь если повыше поставлю масло какое-то очень густое редуктора до редуктора какой-то трансмиссионное вообще не знаю что это за масло юрий тоже не знает но она точно возможно моторное ничего страшного главное чтобы это масло было в редукторе вставляем фэри и заливаем промышка редуктора пошла и резко закрываем при этом конечно рядом желательно иметь ветошь какие-то тряпочки бумагу помощи все почистим уберем лютер будет чистый вот это полный уровень масла когда он отсюда вышел все мы теперь знаем что в редукторе масло необходимое количество он на шильдике 97 год выпуска получается этот мотор еще не скрывали скорее всего да ну судя по болтам следов вскрытия нет то есть мотор 97 года под колпаком состояние более чем достойны вот такой мотор восьмерка можно сказать аналог нашего ветерка но здесь есть полноценный вперед передачи нейтраль реверс задней передачи вот все вся проводка аккуратно уложена в чехольчик ну и самый вот система автомикс вот заливная пробка стоит датчик датчик уровня масла то есть в случае низкого уровня масла этот мотор как минимум сбавит оборот а скорее всего он заглохнет чтобы не сломать мотор тем временем часть нашей группы вернулась с дровами которые мы оперативно разгрузили а учитывая что после обеда полил дождь им нужно было согреться сделать перерыв на отдых перед вечерним выездом за рыбой если утром мы видели как юрий засаливает рыбу то сейчас вы узнаете способ как отделять кости от рыбного филе чтобы ваши близкие насладились истинным вкусом этой удивительной рыбы белая видите у нее совершенно друг друга друга другая структура мяса она более-менее она жестче чем вот по красным которую вот перед этим видели белая да мы ели до этого красная была а это мальма другой породы да это совет это вот она как ну как называется вот допустим есть человек прогонистый как демон персонаж джек лондона да мне там нет ни одной функции жира еще есть допустим его друг поэтому очень сложно вот такой рыбы снимать поэтому вот эта рыба лучше для жарки но в жареном виде вы заметили какая она нежная вот она у нас тут так что вот теперь я вот серебристую возьму попробую сделать то же самое ну посвятите пожалуйста ну тос так изначально сначала удаляется вот слышите резко это все рыбка просолилась чем я выше и говорил берешь за правую планету опять же здесь процесс такой вот это большой палец я должен нежно туда вот вот здесь вот где соединение головы с позвоночником после этого все вот это снимается руки кстати надо видеть что кожура у кольца крепкая плоти или без чешуи заменять даже из нее начнут шесть сумки и перчатки я уже предлагал там девчонкам крокодили не серьезная игра учете нет мы не шьем ну не беру придете когда не к этому обращайтесь вот теперь мы сняли вот у нас теперь вот эта рыбка совершенно по-другому он даже видите как идет идет очень нежно поэтому удается все зависит от просола и от мяса все поэтому по сортам вот я последние года обязательно сортирую вот смотрите цвет как увидеть разница белая красная